Милость Аллаха Милость Аллаха Милость Аллаха Милость Аллаха Милость Аллаха Милость Аллаха Милость Аллах Милость Аллах Милость Аллах он старается отблагодарить Аллах спонтально. И намаз – это величайшая милость Аллаха к нам. Это не труд, это отдых. И нормальный человек стремится к намазу, благодарный раб своего Господа стремится к намазу, стремится, чтобы отблагодарить своего Господа. Хотя невозможно его благодарить, никак и никогда. По той простой причине, что Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается. Он не нуждается ни в нас, ни в наших намазах, ни в нашей благодарности. Мы нуждаемся в нем. Сегодня же мы готовы продать свою религию за всякие мирские деяния. И, к сожалению, у нас это очень хорошо получается Человек, к чему стремится, тому има Аллах облегчает Стремится к поминанию Аллаха, стремится быть сильным, будет облегчено Будет какое-то испытание, обязательно, но будет облегчено Если ты не выдерживаешь, тогда ты не проходишь такой фильтр И тебя отсеивает Вот намаз, аль-хамду лилля, помогает нам укрепляться Помогает нам становиться крепче Укреплять наш иман Быть еще более благодарными Аллах спонталя И мы эту тему намаз начали уже давно По милости Аллаха, каждый джума Разбираем те или иные положения по милости Аллаха Поскольку Аллах милость, что доводит до нас эту истину Чтоб мы затем не говорили, мы не знали, у нас не получилось Кто нам сказал и тому подобные вещи, которые мы себе позволяем И сегодня давайте разберем несколько положений Которые вызывают разные проблемы среди мусульман То есть, вот так нельзя, так можно начинать спорить Из-за этого возникают проблемы мусульманской общины Мы должны возвращаться к чему? К сунне посланника Аллаха, саллаху алейхи санкурану К шариату, к словам ученых, к действию сахабов Без этого невозможно понимать религию И только на этом должно основываться наше понимание того или иного вопроса Если что-то мы от себя говорим, по своим страстям действуем То никогда у нас не будет пользы Поэтому давайте посмотрим, как те или иные моменты Освещают алимы, основываясь на Куране сунне действия сахабов И такая проблема существует, очень известно, когда ряд полный стоит И в нем нет места, приходит человек Возникает вопрос, что ему делать? Многие начинают тянуть своего брата, бить по плечу И были такие курьезные, с одной стороны, а с другой печальный случай Когда он хлопал по плечу, ответ получал тоже плюху Во время намаза Это очень прискорбно, что такое понимание вопроса стоит На самом деле, этот вопрос не такой сложный Просто надо понять и действовать в соответствии с этим И этот вопрос разделился на три мнения Можно ли человеку читать одному позади всего ряда? И первое мнение состоит в том, что молитва одного человека позади ряда является действительной И это мнение ученых Среди Гатва Абу Ханифа Рахимулла, имам Малик Рахимулла, имам Аш-Шафи Рахимулла и другие уляма Второе мнение состоит в том, что молитва одного позади ряда является недействительной И это мнение имама Ахмада Рахимулла, одно из мнений имама Малик Рахимулла и многих других факихов и мухаддисов И доводом второй группы является хадис у Абиса ибн Маабада, который рассказывал, однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, увидел человека, который молился в одиночку позади ряда и повелел ему переделать молитву. Имам Ахмад, 228, Абудауд, 682, Ат-Тирмизи, 230. И достоверность хадиса подтвердили имам Ахмад, Ат-Тирмизи, Ибн Хиббан и Шейх Альбани. А также от Али ибн Шайбана сообщается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, нет молитвы у того, кто совершил ее в одиночку позади ряда. Ибн Маджа, 320, Ибн Хиббан, 2202 хадис. И достоверность этого хадиса подтвердили Хафиз Альбус Айри и Шейх Альбани. И третье мнение состоит в том, что если человек имел возможность встать в ряд, в котором было свободное место, но не сделал этого, то его молитва недействительна. В соответствии с этими хадисами, которые мы упомянули. Однако, что делать, когда в ряду нет места? Ну вот в ряд полный, прям бывает же такое, от стенки до стенки, никак туда не влезешь, а ты один. То тогда его молитва действительно, как говорят алимы, даже если он молился один позади ряда. Этого мнения придерживается Хасан Альбасри, имама Ибн Кудама и Шейх Улислам Ибн Таймия, Ибн Каим. А также Абдурахмана Сауди и другие более поздние ученые. И это мнение, как говорят Улиама и Ляджина и другие ученые, является более правильным, так как оно объединяет первое и второе мнение, чтобы не было разногласия. И оно сильнее, это третье мнение, первое и второе мнение, так как есть хадис. Нет молитвы у того, кто совершил ее в одиночку позади ряда. Этот хадис опровергает первое мнение, что можно молиться одному позади ряда. Нет, если есть возможность, и ты молишься, то твоя молитва не будет читаться действительной, как мы видим, исходя из двух хадисов. А что касается второго мнения, что совершение молитвы позади ряда в одиночку нарушает молитву в любом случае, то это не совсем так. Если человек, опять повторю, зашел в мечеть и видит, что ряд полный, и никак ему не влезть туда, что ему делать? Что вообще тогда, что ли, не молиться? И тут вот братья подсказывают, надо вытащить одного из ряда муслима какого-нибудь, поставить рядом с собой, и вот будет два человека, а не один. Но это распространенное мнение, и это является ошибкой. Во-первых, данный поступок, вытащить человека из ряда, отодвинуть его назад, не имеет основ в шариате. Чтобы сделать так, надо опираться на хадисы или действия сахабов, а этого не было. Во-вторых, ученые единогласны, что любое обязательство молитвы и иного поклонения спадает по причине отсутствия свершения его, способности совершить. Если ты не можешь встать в ряд, то с тебя, значит, этот ваджеб спадает. Что ты должен сделать теперь? Джамат делить? Что? Как в этом случае быть? Или вообще не молиться? И посланник Аллаха, саллаху, алейхи вассалям, сказал, «Избегайте то, что я запретил вам, а из того, что я вам повелел, делайте, что можете». Ну, делайте. Аль-Бухари, Мамихады, 7288, Мамуслим, 1337. И, в-третьих, тот, кто вытаскивает своего брата из ряда, совершает множество порицаемых поступков. Он думает, что он наоборот совершает по шариате. Нет, он делает грех и совершает множество порицаемых поступков. Первое, как можно сказать, отвлечение молящихся. Он мешает, отвлекает мусульман от молитвы. Создаёт неудобства для тех, кто занял первый ряд. Разрывает ряд. В конце концов, там же дырка получается. Там получается дырка. То есть, был ряд полный, одно вытащили, раз, ряд разомкнулся. А посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал. Поистине того, кто соединил ряд в молитве, соединит Аллах. А того, кто разорвёт ряд, разорвёт и Аллах. Абудауд, 666, Ибн Хузайма, 23. Хадис застоверный. Это подтвердил Шайх Альбания. И таким образом, самым лучшим мнением является мнение учёных третьей стороны. Если человек присоединился к молящимся, к джамату, и приложил все условия, все усилия, чтобы встать в ряд, но не смог, тогда он может молиться сзади. Здесь надо сказать, почему я эту тему поднял, потому что часто бывает так, что вот уже некуда, вот ряд трещит буквально. Встали все, нет, ещё лезут руки за сотком, локти. Там просто как выдавливание получается. Сабханаллах, ты же создаёшь неудобство своим братьям. Он в молитве, он беседует с своим Господом. Как сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вы мешаете диалогу со своим Господом. И это отвлекает человека, и получается, создаётся неудобство. Люди втискиваются, не могут нормально ни руку совершать, ни саждая, ни стоять в ряду. Это всё запрещено. И поэтому проблем тут нет, что человек молится один позади ряда, если не смог он встать в ряд. Для этого никого не нужно вытягивать, хлоп по плечу, опять повторяем, создавать неудобство мусульманам. Понятно, да? Поэтому, если есть возможность, опять повторяем, встали в ряд. Нет возможности, молите сзади в одиночку, проблем тут никаких нет, иншалла. Дальше, тот же задает вопрос такой, можно ли обращаться к Аллаху, дуа делают в намазе на своём языке, не на арабском. И шейх Усаймин Рахимулла отвечает на этот вопрос. Дуа на не на арабском, для того, кто не знает хорошо арабский язык, является разрешённым. То есть, вот мы знаем, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, ближе всего к своему Господу раб находит время сажда. Когда делает сажда, так побольше обращайтесь к Аллаху с молитвами, то есть, дуа в это время. А самое лучшее время, это сажда намаза. Когда ты склоняешься перед Аллахом, делаешь сажда, и вот тебе время, чтобы делать дуа, обращаться к Аллаху. Но, многие не знают дуа на арабском языке, а если даже знают, он не понимает смысла. И получается, он просто зубрит его, как автомат. О чём он просит, непонятно. Ведь даже имена Аллаха, его качества, сифаты, они имеют особенность. То есть, с ними надо обращаться очень осторожно, применительно к случаю. Если ты просишь прощения у Аллаха, а называешь его наказующей, как же так? Аль-Гафар, ты должен сказать, прощающий, прости меня. Если ты просишь пропитание, опять-таки, при чём тут прощающий или же наказующий? То есть, скажи, ар-раза, и попроси у него пропитание сибирска. Поэтому надо думать и знать, что каждый говорит. Тогда дуа будет осмысленной, и от неё будет польза. И поэтому шейх Али-Усаймин Рахимуллах говорит, дуа на неарабском, для того, кто не знает хорошо арабского, является разрешённым. Неважно, в молитве это будет или же нет. Так как, если обязывать человека, который не знает арабского, то есть, обязывать, говорит, обязательно, это будет трудностью для него. И трудностью, которая не из тех, что возложил Аллах Сфанталя. Аллах Сфанталя сказал, Не возлагает Аллах на душу того, что ей не по силам. Только лишь, что мы можем поднять, выполнить, исполнить, тогда только Аллах Сфанталя говорит, это делайте. Если кто-то скажет, что это должно быть обязательным, то пусть он даёт, далиль, как говорит шейх. И опять-таки, шейх говорит, что молитва, дуа такого человека, который будет просто тарабанить, будет бессмысленным. А что же касается Курана, говорит шейх, то его нельзя никому читать на неарабском языке. Обязательно читать его только по-арабски. Что же касается поминаний аскаров, которые пришли в сунни, их также можно повторять на своём языке. И вот шейх подводит итог. Три у нас получают разделения на три части. Первое. То, что нельзя читать, кроме как на арабском, это Куран. Куран надо читать только на арабском языке. Есть такие, я слышал, джамады целые создавались. Люди, принявшие ислам, читали Куран и проводили молитвы на неарабском языке. Сурафатих и тому подобное. Эта молитва однозначно не действительна. Это харам, это запрещено, и никто никогда такого не разрешал. И, я думаю, это не придёт никому в голову. Второе. То, что можно читать на арабском и на неарабском языке. Это дуа к Аллаху, которые не установлены. Пожалуйста, проблем нет. Можно взывать к Аллаху этим дуа. И установлен дуа, как аскары и тому подобное поминание. И шейх говорит, мы скажем, если может человек, то читает на арабском. Если нет, то на своём языке. И номер фатвы 1418. Поэтому проблем нет. Если делаете сажда, если можете, понимаете смысл, конечно, будет лучше, если будете читать на арабском языке. Это будет ближе, это лучше. Это исследование сунья, так как уравний способ на арабском языке, это будет лучше. Но из этого проблему делать не нужно. Не можешь, не понимаешь, тяжело тебе. Но это не говорит о том, что надо оставить. А, всё, услышал. Всё, оставлю арабский язык, не буду изучать, не буду учить дуа из Курана или другие дуа, которые прочитают посланник Аллаха, саллаху алейкумсалям. Нет, это тоже неправильно. Ты должен стремиться. Вот если ты не стремишься, то ты впадаешь уже в грех. А если ты не можешь, пока какое-то время, лучше у тебя получается, пожалуйста, можешь обращаться на своём языке. Проблем нет. И намаз это не портит, иншаллах. Аллах да али алим. Также сунна у нас, которая пытается возродить и поднять, это смыкание рядов. Смыкание рядов, об этом очень много говорилось. Хочется повторить, нести ясность в этом вопросе, потому что разделяются. Некоторые смыкают по плечам, некоторые по ступням, некоторые от этого шарахают и так далее. Нет, не нужно этого делать, в этом тоже никаких проблем нет. Так как приходят два достоверных хадиса от посланника Аллаха, саллаху алейкумсалям. Хадис первый от Анаса, ради Аллаху анху. Второй хадис от Нумана ибн Башира, ради Аллаху анху. И хадис от Анаса гласит. Выравнивайте ряды и прижимайтесь, смыкаетесь друг к другу, ибо поистине я вижу вас из-за спины. Этот хадис привел имам Аль-Бухари, 687-692, имам Ахмад, 12337 и 13222. Также другие мхадисы. И также продолжает имам Бухари в другом ревейте, в другом передаче. Он говорит, и стал один из нас прислоняться своим плечом к плечу другого и своей стопой, ступней к ступне другого. То есть это слова Анаса, ради Аллаху анху. Имам Бухари назвал даже главу, которая приводит это смыкание ряда посредством плечей и ступней. Поэтому в этом проблем нет. Это есть истина. А то, что посланник Аллаха, пусть не заблуждаются люди, видел сзади, то это было только в молитве. Если кто-то скажет, что посланник Аллаха видел и так далее в другое время вне молитвы, то это неправильно. Это должно опираться на что-то. А то некоторые начинают чересчур придавать какие-то способности пророку с Аллаху, мы должны останавливаться на том, что есть. Не надо говорить, что он видел, он видел там, там, то, что если пришло в хадисах, то ему открыл Аллах смотали. В обычной жизни этого не было. Только во время намаза он видел, что происходит сзади с молящимися. И он призывал их как можно плотнее соединить свои ряды. И второй хадис от Номана, вот он звучит так. Выравнивать ряды трижды, повторил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Клянусь Аллахом, или вы будете выравнивать ряды, или же Аллах посеет раздор между вашими сердцами. Этот хадис приводит имам Абудауд, 662, Ибун Хиббан, 396, имам Ахмад, 18927 и другие многие мухаддисы. И сахабы говорят, мы слышали, и Табиин, который передавал это от Номана, что он говорил, повернулся к нам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, своим лицом и упомянул вот этот хадис. То есть трижды призвал мусульман смыкать ряды и выравнивать их. И Номан также говорит, и я увидел, как один из нас стал прислоняться своим плечом к плечу другого, к своей ступне, к ступне другого. И этот из нас достоверный. Поэтому обязанность наша следует судне посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И в этом польза очень огромная. Коротко можно сказать так. Мы все мусульмане, мы все одинаково перед Аллахом. Нет никакого различия между нами. Положение, богатство, красота, какие-то другие критерии, кто к себе не надумает, статусы всякие, это все в Дуне. Когда ты стоишь перед Аллахом в намазе, нет у тебя никакого преимущества перед своим братом. Поэтому ты ничем не должен выделяться. Не разрыванием ряда, как мы приводили хадис, кто разорвет ряд, с тем разорвет Аллах. Кто соединит, с тем соединит Аллах, то есть свою связь. Поэтому нету такого положения, чтобы выделяться каким-то образом из ряда. Наоборот, старайся быть как все мусульмане. И как в другом хадисе приходит, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах не смотрит на ваши лица, на ваше положение, но смотрит поистину на ваши сердца. Чье сердце чище, тот и лучше перед Аллахом. Если ты со смирением стоишь, если ты вот этим смирением доказываешь, подчиняешься посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во всем, и для кого-то кажется, что это мелочь, хотя это не мелочь, потому что трижды повторил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Также давайте разберем, несколько моментов у нас бывает, приходят дети у нас, вот так вот плачут и так далее, слышали разные мнения, что же говорят у ляма по этому вопросу. И задают вопрос шейху Мнаджиду, говорит одна женщина, я совершала коллективную молитву в мечети, когда моя дочь начала плакать, и люди занесли мне ее с улицы, то есть она оставила дочку там, чтобы не мешала мечети, думала, успеет, видно, она спала, и думала, зайдет, успеет. И она плакала очень громко, и я была вынуждена перерывать мою молитву. Каково постановление о том, что я сделала, согрешила ли я, спрашивает эта женщина. И примите внимание то, что место для молитвы женщин находится прямо за мужчинами, где она молилась, то есть в мечети, прямо за мужчинами она молилась, и ничего не разделяло нас, кроме барьера. Если бы я продолжала молиться, ее плач отвлекал бы других молящихся. И шейх Мнаджид отвечает, фалла Аллаху, во-первых, ученые единогласны, что прерывание обязательной молитвы после ее начала намеренно, без уважительной причины, харам запрещено. Законные причины, которые делают дозволенным прерывание молитвы, это те, которые упомянуты в Сунне, а не приходят. Какие эти причины? Это убийство змей, страх потерять имущество, помощь тому, кто в бедствии, спасение утопающего, тушение огня и предупреждение человека об опасности. Убийство змей также сюда и убийство скорпиона входит. Если же ребенок плачет, и его отец или мать не могут успокоить во время коллективной молитвы, тогда разрешается прерывать молитву, чтобы успокоить ребенка, поскольку есть опасения, что плач ребенка может быть вызван определенными причинами, которые несут вред для здоровья этого ребенка, и опасения того, что он сильным своим плачем сбивает других мусульман с молитвы. Если же есть возможность успокоить ребенка легким движением, не отворачиваясь от киблы, тогда женщина или отец или мать может сделать это и вернуться к молитве, и он или она могут отойти назад, чтобы взять его без прерывания молитвы. Но если отец или мать не могут успокоить его, тогда они должны оставить молитву, и не будет на них греха. И желательно продолжает шейх муначить. Это я обращаюсь к тем, кто становится имамом и очень-очень долго совершает молитву, что для его и для людей тоже затруднение. Желательно для имама сделать молитву коротко, говорит шейх. Если во время молитвы происходит то, что может заставить кого-либо из молящихся в такое положение поставить, или же причинить неудобства для мусульман. И пророк саллаху алейхиусалям говорил, поистине, приступая к молитве, я хочу проводить ее долго. Да, было желание стоять, читать намаз целый день, тому понятно. Но есть обязательства мусульман перед другими, перед своей семьей, перед своей работой. Ты должен еще и работать тем самым, ты должен обеспечить свою семью, кормить. Если ты целый день будешь молиться, кто тогда будет от себя работать, и как ты будешь обеспечить свою семью? Опять-таки надеяться, что братья помогут и так далее, как у нас сейчас бывает. А, я мусульман, ко мне помогут, мне сделают. Это неправильно. Если ты мужчина, ты взял обязательство на себя, каким образом? Женился, все, обязательство на себе есть. Ты должен работать, обеспечить свою семью. И целый день проводить в мечети по несколько часов, читая намаз, это тоже неправильно. И пророк саллаху алейхиусалям сказал, я хочу проводить ее долго, но когда слышу плач ребенка, я сокращаю ее, делаю короткой, ибо не желаю доставлять затруднения его матери, передал Абу Дауд. Поэтому мы тоже должны все делать пропорционально. Не слишком коротко, когда человек, как петух, клюет во время молитвы. Это неправильно, как мы уже говорили. Это неправильно. Но и не слишком затягивает, так как есть у людей обязательства. Кто-то спешит с работы, кто-то пришел на обед и так далее. Там подобно, аль-хамду лилля, что люди ходят, надо тоже считаться с этим. И ученые, ля-джины, постоянного комитета спросили, разрешается ли прерывать молитву, если человек видит, что к нему двигаются животные. Например, ребенка мы уже разобрали, а теперь тут животные. Такое, как скорпион или другой ядовитый животный. У нас тут, аль-хамду лилля, нету, но в жарких странах, в пустынях, это очень может быть, это очень распространенное явление, когда из-под ковра какой-то вот такой разведчик, лазутчик может спокойно выползти. И также продолжает спрашивать. Когда молишься, мажид аль-харам, разрешается ли прерывать молитву, чтобы человек мог пойти за сыном или дочерью, которые могут отойти от него и потеряться? Это действительно очень проблема большая. В этой мечети, мажид аль-харам, башалла, там столько народу, очень, несколько миллионов, и потеряться, там взрослый человек две секунды может потеряться. А что сказать о ребенке, у которого будут большие проблемы, и просто-напросто он не сможет потом объяснить, кто, где, откуда вообще он взялся? Там взрослому человеку сложно найти выход и найти дорогу к гостинице или к дому своему. А что сказать про ребенка? И поэтому есть вполне законные опасения об этом. Если вы появитесь к детьми, Бхач, иншалла, пусть Аллах даст каждому из сидящих и здесь, то надо учитывать и это тоже. И ля-джина, постоянный комитет, ответили. Если для него будет возможно избавиться от скорпиона и тому подобного, не прерывая молитву, тогда он не должен останавливаться. В противном же случае он может остановиться. И подобным образом с ребенком. Если есть возможность оберечь ребенка без прерывания молитвы, тогда он должен поступать так. В противном случае он может прерывать молитву. И подписались под этой фатвой целая группа ученых. Фатва номер 36-37. Поэтому разрешается в определенном случае прерывать как нафиль, так и фарт, молитвы. Обязательные и дополнительные. И также у нас такая проблема, я тоже слышу, многие ругаются, и старшее поколение бывает, возмущается, но и действительно, иногда дети мешают. И некоторые, у кого нет детей, тоже ругаются. Вот, мечеть привели детей, устроили тут то, то, третье, десятое. Но есть ли в этом проблемы? И как в этом случае действовал посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям? И спросили опять шейху Манаджида и ля-джина, существует ли сунна Пророка, салаллаху, алейхи вассалям, относительно позволения детям залазить даже на него, на Пророка Мухаммада, салаллаху, салаллаху, салалям, или же на имама во время молитвы. То есть не просто ходить, а еще и залазить на имама, каким-то образом какие-то действия совершать. И есть ответ на это, альхамду лилля. И в двух сборниках и других книгах мухаддиса указывается, хадис на Абу-Катаде, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, молился, держа умаму дочь Зейнаб, то есть внучку посланника Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям. И когда он делал сажда, то он клал ее на пол, он держал ее на руках, а когда вставал, то брал ее. В другом хадисе говорится, я видел, как посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, руководил молитвой людьми с умама бинт-аби аль-Аса на плечах. Когда он наклонялся, то клал ее, когда поднимался, то брал ее. То есть никакие проблемы нет. Будь ты имам или просто стоящий, ты можешь взять своего ребенка на руки и совершать с ним молитву. Это никаким образом не портит твоей молитвы. Имам Анасай передал Абдулла ибн Шаддада, что его отец сказал, посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, вышел к нам во время вечерней молитвы и нес Хасана аль-Хусейна на руках. Посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, прошел вперед, положил детей вниз и произнес так верь Аллаху Айквар и начал молитву. То есть он положил их перед собой и начал молитву. Когда он был в земном поклоне, то его поклон длился долгое время. И мой отец сказал, я поднял свою голову, увидел ребенка на спине посланника Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, и я снова вернулся поклон. То есть сахабы начали переживать уже, может быть что-то случилось с посланником Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, почему он так долго не встает сажда. Когда посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, закончил молиться, люди сказали, о посланник Аллаха, во время молитвы ты долгое время был в земном поклоне. Мы даже подумали, что что-то случилось, что может на тебя снизошло откровение. Но это в любое время, Не было такого расписания, что от Аллаха приходит в это время откровение в Ахью, а в другое не приходит. И это вполне возможно могло бы быть во время намаза. И сахабы начали думать, может быть к нему приходит что-то из Курана. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, ничего не случилось. Мой сынок, или внучек другого ревайте, то есть так он называл Аль-Хасана Аль-Хусейна, мой сынок называл их своими сыновьями, ездил на мне, то есть забрался на мою спину. И я не хотел терапить его, пока он сам не слезет. Сахихан Насаи, номер хадиса 1093. И мы видим, что в этом проблем никаких нет. Поэтому дети, еще раз повторю, их должны воспитывать здесь, в мечети, мусульмане. Они должны расти в этой обстановке. Наша беда, наше поколение, поколение, которое старше нас, что мы воспитаны не в мечети. Мы воспитаны на улице. Мы воспитаны под лозунгом «Будь готов, всегда готов, красные галстуки» и тому подобное, и дребедень. И вот мы видим, что из этого выходит. До сих пор многие не могут от этого избавиться. До сих пор даже у молодежи сидит вот это вот неприятен к религии. Почему? Потому что нам это вдолбили с детства. Другие люди в другом месте. Если же ребенок будет в мечети, будет среди мусульман, будет видеть эту обстановку, то, что мы поминаем Аллаха, говорим всегда «Альхамду лилля», довольны Аллахом, выстраиваемся в ряды. Пусть он не понимает, но инстинктивно Аллах сделал так детей, что они копируют от нас. Если человек курит сигарету, почти 100%, что его ребенок засунет сигарету, даже не понимая, когда ему 4-5 лет. А если он видит, что его отец встает на намаз, дочка видит, что мать покрывает голову, ей тоже интересно, она просит такой же наряд, пока не понимая, у своей матери. И мать шьет дочки, и тогда дочь довольна. Почему? Потому что она похожа на свою мать. Она хочет быть похожа, это же ее мать. И также сын похож на отца, дети берут пример с нас. И место детей именно в мечети. Именно в мечети. И тот глупец в Аллахе это так, кто считает по-другому. Тогда ты пожнешь эти плоды, сразу ты не увидишь. В Аллахе ты не увидишь. Но через энное количество лет это к тебе придет. Это к тебе придет. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи василиям, в другом хабисе сказал то, что... Когда пришел к нему бедуин и спросил, о посланник Аллаха, когда же нам начинать воспитывать детей? И он спросил, а сколько твоему сыну? Он говорит, 40 дней. Он сказал, ты опоздал. Ты опоздал. Это не значит, что 40 дней у одного младенца можно бить, или ругать, или воспитывать, или указывать, что это плохо, это хорошо. Нет. Нет. Смысл, шаг, объяснение, раскрыть этого хадиса в том, что ты должен был подготовиться сам до этого. Не ребенка, а себя подготовить. Почему ты опоздал? Потому что тот, кто хочет готовиться стать отцом и матерью, он должен себя начать измениться. Он должен подумать, что же я дам своим детям. Как же я их научу? За кем они пойдут? И тогда ты будешь чуть ответственность чувствовать. Будешь относиться к этим вопросам строже. И вот когда родится твой ребенок, он уже будет брать с тебя такого примера, который следует по пути Аллаха, Сунни, посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И другого пути нет. Поэтому место детей здесь, в мечетях. И мы совершаем намазы, пусть они приходят и видят. Да, балуются, да, иногда мешают. Но надо быть терпеливыми. Вспомните себя. Где вы были в это время, когда вот эти малыши сейчас, аль-хамду-ля, по милости Аллаха, на мечетях? Вы шлялись на улице, как все другие дети советские. Я имею ввиду, кто жил в Советском Союзе и так далее. Где-то что-то там делали, про мечети и мысли не было. Почему? Потому что откуда? Как придет мысль в голову, если твой отец, твоя мать, твоя бабушка, твой дедушка, никто никуда не ходит? Естественно, ты про это знать не знаешь. Я помню в свое детство, что мечеть это какой-то запретной территории, туда даже заходить нельзя. Это вот как-то нам вот так вот внушали, что вот как-то мы относились к этому. То есть пойти туда, поприсутствовать, послушать, мысли не было. Поэтому пусть дети обязательно приходят. И дети должны быть в мечети. На намазе, вне намаза, брать уроки. Сейчас опять повторю у нас, по милости Аллаха, есть люди, которые обучают Курану, Курану, Хафизы, которые Аллах послал нам как милость. И обучают Курану терпеливо каждый день. В любой день, пожалуйста, с обеда, с намаза Зухар и до вечера здесь проходят уроки. Приводите детей. Сейчас я знаю, многие опять хотят сделать еще одну глупость. На лето отправить своих детей куда-нибудь, туда, сюда, три десятых. Куда ты их отправишь? Что ты им дашь? Ну да, он поваляется у тебя на солнце, возможно. Возможно, съест два лишних яблока. Что это ему даст? Какую пользу он отизлечет? Зато он больше вреда у Аллахи, Беляхи, он больше вреда принесет сам себе. Потому что он остается без присмотра. Ты здесь, твои дети где-то там, кто за ними смотрит, кто их воспитает. Да, если там даже его мать будет. Мать, дети, особенно мальчишки, так не слушают, как отца. И ты должен, как отец, за этим строго следить. Что приходили мячей, брали уроки, пока они молодые, пока у них мозги свежие. В них все запишется так, что потом не выбьешь. Вот давайте сами скажите. Вы все учили в школе химию, физику, рисование, пели на уроке музыки. Вы что-нибудь помните про это? Нет, практически. Кроме того, что узко специально. Если кто стал врачом, он так и продолжал. Химию учит, вот она вам пригодилась. А остальные науки ему и не нужны. А Куран, это всегда нужно. Это сун, это спасение. И для нас это наше будущее, и для наших детей. Поэтому приводите, не воруйте у своих же детей их же будущее. Потом оно к вам вернется. Когда вы не сможете ему объяснить, что это пока маленький, ты можешь его заставить. Вот вырастет он 18-20 лет, потом ты не сможешь его заставить. И будет проблема. И мозги у него могут поменяться. И тогда ты увидишь. Поэтому в намазе, вне намаза, ребенок должен быть в мечети. Проблемы тут никакой нет. Пожалуйста, приводите, сами приходите. Проблема тут другая, я вижу. Что сами не приходят, и конечно детей нет. Если бы сами приходили, и дети были бы. Одно за другим следует. Поэтому мусульмане, тут проблем никаких нет. Если есть какие-то у нас проблемы, которые в намазе возникают. Мы несколько вопросов сегодня осветили. Время заканчивает, иншаллах. И другие джима продолжим. Какие такие злободневные самые, что вызывают споры. Мы должны людей объединять, а не разъединять. Наоборот, не надо указать, ты вот так, я такой, я сякой. Ты вот с такого мазхаба, я с такого. Мы тебя не признаем. Нет. Мы все мусульмане. Мы должны друг уважать. Мы должны искать точки соприкосновения, а не разделения. А какие это точки? Аллах спонтально в Коране сказал. И не уверуют они до тех пор, пока не изберут тебя судьей в своих спорах. То есть мы не уверуем, пока не изберем пророка Мухаммада, салаллаху алейхиусалям, судьей в своих спорах. Суран Ниса, 65 аят. Поэтому мы должны так и действовать. Все. Вот мы и пытаемся сделать. Говорим мнение тех, двух и трех сторон. Каждый пусть решает для себя. Я прошу Аллаха, чтобы он нас направил на истинный путь. Сделал нас из истинных мусульман, сильных духом, крепких, которые следуют сунни посланник Аллаха, салаллаху алейхиусалям. Собрал нас под его флагом в день расчета и вел вместе с ним сады Фердаус. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok